Я университелю гладко. И до завтрашнего дня могу выросить гладко. Мне тоже. А ты говоришь, поздравляю. Сварливая няня из рассказа «Покаянная» легендарной дореволюционной юмористки Надежды Тефи словно ожила на сцене Центра эстетического воспитания. Роль исполнил десятиклассник из частной школы посёлка Ерофей Павлович Захар Громов. Конкурс часов среди школьников «Живая классика» – не первое испытание для молодого дарования. Выступать на публике он начал ещё в 7 лет. За это время даже запоминание текста он свёл к минимуму. В основном подготовка шла в школе с моим педагогом. То есть она мне помогала подобрать тембр, правильно фиксировать слова. Потому что там такие слова, как старорусские. То есть само произведение, оно старое. Ну как ты ночами там учил? Или как вообще? Вот весь алгоритм. Расскажи мне. Я никогда не учу дома. Я всегда всё запоминаю с репетиции. То есть пришёл на репетицию, прочитал 2-3 раза. Всё, я уже помню половину. Потом ещё, ещё и всё. Я уже дома никогда не повторяю. А вот благовещенская школьница София Абасова в первой репетиции доверяет только домашним стенам. Для девочки очень важно в эти моменты оставаться одной. И раз за разом подбирать ту или иную интонацию. Для этого конкурса она выбрала произведение о войне Геннадия Черкашина «Кукла». А маленькой девочке, которой, уезжая с мамой из Ленинграда, пришлось расстаться с любимой куклой. Первый раз это было тяжело. Также нахлынули эмоции. Потому что, казалось бы, вот мы живём, и мы не видели того времени, мы в нём не жили. А когда ты представляешь это всё на себе, вот эту потерю, это трогает действительно до глубины души. Детские голоса затронули души и членов жюри. По словам председателя судей Марины Моисеенковой, несколько раз она готова была заплакать. Слёзы радости выступают ещё и от того, что с недавних пор амурские школьники стали делать заметный акцент на изучение литературы. И не только в рамках классных занятий. А вы знаете, наши дети действительно читающие. Если раньше традиционно считалось, что самый читающий город Москва, то сейчас, проводя некоторые исследования в этом направлении, мы хотим с гордостью сказать, что наши амурские дети читают. И наши амурские дети далеко не на самом последнем месте, а на одном из первых мест именно по чтению художественной литературы, которая не входит в программу изучения предмета литературы. Победила школьница из Благовещенского района Софья Прокопенко. Серебро досталось Анне Фелышевой из Магдагачинского района. А почётное третье место забрала школьница из Мазановского района Лилия Кушнарёва. Семь девочкам подарили книги амурских писателей. А главный призёр летом отправится в Артек на всероссийский этап конкурса. Ольга Сысоя, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.